ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро, наш любимый зритель. А давайте начнем это утро с цифр. Вот вы знаете, что до весны осталось всего 545 часов. Друзья, совсем немного осталось. Будут весенние лучи, порадуют нас своим теплом. Я не знаю, распустятся не тюльпаны, конечно же, а подснежники. В общем, друзья, ждем весны с нетерпением и ждем общения вместе с вами. Ну а начинаем мы этот эфир по традиции с Евгением Крековым. Со Светланой Казанцевой погода подсказывает нам о том, что, мне кажется, весна придет не скоро. Потому что вывалила куча огромная снега, друзья. Город стал таким сказочным, приятным. Машин нет на дорогах. Как вы добираетесь? Потому что они все во дворах буксуют, Жень. Все во дворах буксуют. Поэтому, друзья, сегодня выходите пешком, гуляйте и наслаждайтесь этим чудесным днем, друзья. Ну а прямо сейчас небольшой анонс того, что будет в сегодняшней программе. Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». Какие эстетические упражнения помогут обрести ленивым спортсменам красивую фигуру? На каких полках супермаркета спрятался самый вкусный фрукт? И у кого на саратовской лыжне оказались самые быстрые лыжи? Все это и многое другое. Сегодня в «Автопилоте», друзья, просыпаемся. 7.00 каждый день на «Саратов-24». «Автопилот» рад вас бодрить, будить и провожать в новый день. Конечно же, и встречать. Напомню, что сегодня 6 число, 6 февраля на календаре. Как Женя сказал, уже 7 утра. А также еще хочу напомнить, что работаем для вас в прямом эфире. А это значит... А это значит, звоните, пишите, присылайте голубиную почту. Все работает, друзья, у нас на телеканале «Саратов-24». Мы рады будем приветствовать вас в этом эфире. Пишите нам свои сообщения, приветики, ответы на вопросы, которые сегодня у нас также будут, друзья. Несколько розыгрышей также состоится на протяжении всей передачи. Поэтому следите за эфиром и отвечайте на вопросы. Ну а еще, чтобы это ваше утро было более ценным, более информативным, готовы передать слово нашим коллегам из новостной службы. Они вам расскажут о том, как же прошли эти выходные, чем они запомнились нашему городу и что, может быть, нас ждет в ближайшие дни. Все это и многое другое сегодня на «Саратов-24» в программе «Автопилот». Рядом со мной Светлана Казанцева, я Евгений Креков. Мы рады приветствовать вас в этот снежный понедельник. Не побоюсь этого слова, друзья, потому что снега выпало очень много. Выходите, порадуйтесь этому дню. Вдохнули, выдохнули, встали, заварили себе чашечку кофе хорошенького, глотнули, посмотрели в окно, обрадовались или обратно спать. Потому что, мне кажется, сегодня никто на работу не успеет вовремя, поэтому можете с удовольствием смотреть «Автопилот» от начала до конца. Ну, это очень хорошее пожелание, но если вам все-таки нужно бежать на работу, то качайте мобильное приложение, оно так называется «Саратов-24». Его можно скачать с помощью Play Market или App Store, и тогда вы будете всегда с нами на связи, всегда сможете смотреть наши прямые трансляции, наблюдать за новостями, получать уведомления. Ну, в общем, все прелести мобильного приложения будут вам доступны. Да, друзья, ну а мы со Светланой Казанцевой не качаем бицепсы, мы качаем ваше бодрое утро, друзья. Ну, а кто прокачает ваше тело, друзья, это Дана Рига. Она сейчас расскажет, как с удовольствием провести время в разных... В тренажерных залах. Не в тренажерных залах, а дома, в разных необычных позах. Пожалуйста. Доброе утро, дорогие телезрители. Вы смотрите рубрику «Двигайся». И с вами я, ваш личный фитнес-тренер на ближайшие 5 минут, Дана Рига. Если вы уже продвинутый пользователь, и часто делаете физические упражнения дома, вам советую приобрести какие-то дополнительные средства в виде утяжелителей, гантелей, скакалок. Это сильно продвинет вашу технику и вашу нагрузку. А сегодня я вам хочу показать комплекс, которым я буду использовать утяжелители для ног. Но комплекс будет необычный, он будет статический. То есть мы будем замирать на какое-то время под грузом собственного веса, ну и дополнительных моих утяжелителей. Первое упражнение. Это упражнение называется «Присед». Классический присед. Мы приседаем и находимся в таком положении от 20 секунд до минуты. Я делаю, конечно же, максимальное время этой минуты, постепенно его увеличиваю, стараясь увеличивать нагрузку тем самым на мышцы. Отдохнули полминутки и повторяем. Делаем три подхода. Следующее упражнение, как раз в котором будут задействованы мои заранее надетые манжеты, утяжелители, это статическое упражнение на одну ногу и одну ягодичную мышцу. Как оно выглядит? Мы наклоняемся немножко вперед, поднимая ногу левую, все усилия на мышцы правой ноги. В таком положении мы стоим 20 секунд на каждой ноге. Здесь еще у нас работают мышцы-стабилизаторы. Дальше меняем 20 секунд, от 20 секунд и больше, на следующей ноге, на другой, на левой в данном моменте. Стоим также 20 секунд. Полминутки отдых, делаем три подхода, также на каждую ногу. Теперь мы переходим к упражнению, которое проработают мышцы груди. Это исходное положение планка. Потом мы становимся в положении, как будто мы отжимаемся нижней позиции. И в таком положении мы задерживаемся 20-30 секунд. Не забываем при этом дышать. Это очень важно. И последнее, завершающее, четвертое упражнение называется лодочка. Мы также ложимся на коврик. Поднимаем вверх руки вместе с плечевым поясом и отрываем ноги от пола. В таком положении мы также находимся от 20 секунд и больше. Здесь работают мышцы спины. Точно так же мы отдыхаем между подходами и делаем три подхода. Я напоминаю вам, что в здоровом теле здоровый дух. И прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Друзья, вот такие вот интересные упражнения вы сможете испробовать буквально уже сейчас. Можете начинать пробовать и смотреть автопилот. Да, а также можете написать Дане Риге свои вопросы, которые связаны со здоровым образом жизни, с правильным питанием, может быть, с физическими упражнениями, которые вы не знаете, как правильно сделать. Она обязательно в одной из следующих рубрик ответит на ваши вопросы. Все вопросы, конечно же, будут не оставлены без внимания, друзья. Ну а сейчас несколько актуальных новостей, которые связаны непосредственно с нашим городом. Да, портрет уроженки Саратова, поэтесса Рахель Блувштейн украсит купюру в 20 шекелей. Поэтесса Рахель Блувштейн родилась в Саратове еще в 1890 году, а в 19 лет она переехала в Палестину и поселилась на берегу Кенерета. И там она занималась сельским хозяйством и учила еврит, но и не только. Да, через некоторое время начала писать стихи, посвященные еврейскому народу, многие из которых стали песнями. На задней стороне красные банкдоты напечатают строчки из стихотворения, посвященные Кенерет. Переднюю же украсит сам портрет поэтессы. Ну да, есть повод, лишний повод гордиться нашим городом и жизненным нашим городом. Позвонить своим родственникам в Израиле, сказать, пришлите 20 шекелей, пожалуйста. Вот, и они пришлют. Ну, друзья, ну, а, кстати, если бы в Саратове была своя купюра, то на ней можно было бы разместить изображение, например, Марии Белат, потому что она немало сделала для нашего города. И каждое утро она нам рассказывает... На какой купюре? В достоинствах, в номиналах каким? Не, ну почему? Вот недавно разбирали, 200 рублей, 200 рублей, 2000 рублей шли там соревнования. Может быть, у нас бы тоже была своя валюта. Ну, в общем, друзья, готовы передать слово Марии Белат. Она расскажет вам о том, как сложится ваш день, что сегодня сулят вам звезды, кому повезет. Ну и всю подробную информацию узнаем прямо сейчас. Солнце – главный источник света в планетной системе. Точно так же все аспекты вашей личности наиболее ярко освещают именно ваш солнечный знак. Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат. И пусть сегодняшний день будет наполнен светом. А что для этого нужно, я, как всегда, расскажу в своем прогнозе. Итак, нас сегодня буквально поглотит информационное пространство. Бояться этого не стоит. Напротив, активно используйте его. Делитесь с идеями, с друзьями, коллегами. И вместе вы найдете наилучшее решение для реализации ваших замыслов. Ну, а теперь о том, что приготовили нам звезды для наших знаков зодиака. Овен – ваша финансовая стабильность непоколебима. Можете позволить себе крупную покупку. Телец – сегодня могут возникнуть небольшие разногласия с вашими партнерами. Близнецы – именно в эти дни ваши отношения в паре проходят проверку на прочность. Рак – сегодня у вас есть все шансы реализовать ваши планы и профессиональные идеи. Лев – позитивные перемены в профессиональной сфере порадуют вас с самого утра. Дева – сейчас отличное время для вашего профессионального роста. Не упустите свой шанс. Весы – все ваши цели достижимы и реальны. Важно продолжать движение вперед. Скорпион – ваша задача сейчас руководить и быть лидером, а не зацикливаться на мелочах. Стрелец – нет повода для грусти. Меньше размышляйте и больше действуйте. Козерог – настал период бурных изменений. И это хорошее время для профессионального роста. Водолей – любое дело будет успешным. Сейчас удачный период для профессионального роста и романтических встреч. Рыбы – эта неделя будет самой важной для вас в этом месяце. Если вам интересно узнать о наиболее ярких аспектах вашей личности, пишите мне на электронную почту, указав время, дату и место вашего рождения. Вот такой вот интересный, актуальный гороскоп от Марии Белат. Да, и Мария Белат каждый вечер следит за звездами и расставляет их приоритеты в зависимости от знака зодиака. Но, друзья, кстати, вы тоже можете себя почувствовать немного астрономами, потому что есть повод взглянуть лишний раз на небо. Те, кто реально следит за звездами сейчас, прямо вот как за физическими объектами, друзья. Новость следующая у нас о Международной космической станции. Да, до 15 февраля в вечернее время суток траектория Международной космической станции будет проходить над большей частью территории России. И у саратовцев появится возможность увидеть станцию невооруженным глазом, а также даже попытаться ее сфотографировать. Как сообщили в московском планетарии, МКС будет выглядеть как яркая, быстро двигающаяся звезда. Да, поглядывать на небо жителям Саратовской области стоит примерно с половины шестого вечера до восьми каждый день. Станция будет пролетать в разное время, ведь МКС, видеть МКС жители европейской части России могут не так уж и часто. Ведь для наблюдения нужно, чтобы совпали сразу несколько условий. Станция должна освещаться солнцем и на определенном отрезке отражать его свет. К тому же в 18 часов на улице уже довольно темно, и МКС можно будет отлично видеть, сфотографировать, зарисовать, все что угодно. Как мы уже сказали, выглядеть она будет как такая яркая звезда, которая летит по небу. Можно загадать желание, передать... Загадать желание МКС? Да, почему нет? Почему нет? Загадать желание, передать космонавтам привет. На самом деле в социальных сетях очень часто пилоты МКС размещают фотографии, которые они сделали над теми областями, над которыми они пролетают. И вот на страничке у одного из космонавтов есть Саратов даже, друзья, поэтому вы можете зайти, да, там огромное количество лайков, посмотреть и, может быть, найти свой дом с высоты космического полета. Ну, если очень хорошее зрение, если очень хорошая камера, которая фотографировала... Камера там очень хорошая, качество отлично, можно приближать до бесконечности. Друзья, ну и напоминаем, что сегодня 6 февраля, а по совместительству сегодня день бармена, друзья, и мы решили поговорить с представителем этой профессии о том, что должен уметь бармен, где научиться этому искусству и в чем секрет вкусных напитков. Во втором часе... Да, в связи с этим мы решили пригласить бармена, которого зовут Максим Корса, и он во втором часе ответит на ваши вопросы, на наши вопросы. Мы рассуждаем с ним о том, что действительно, как приготовить вкусный напиток себе с утра или, может быть, днем, в чем секрет работы бармена, может ли каждый из вас стать барменом. Ну, в общем, если у вас уже возникают вопросы к нашему гостю, пишите их на наш смс-портал, его номер вы периодически у себя на экранах видите. Ну и, кстати, номера телефонов, контакты наши вам стоит запомнить и сохранить к себе в мобильный телефон, потому что мы сегодня будем разыгрывать большое количество призов, подарков и приятных сюрпризов для вас. В общем, следите за нашим эфиром, мы будем рады обратной связи и вашим сообщениям. Да, друзья, ну а дальше рубрика «Говорят дети». Они рассуждали о том, где же можно все-таки в нашем городе встретить очередь. Очень интересно посмотреть, что они сказали. «Говорят дети» – это интересные ответы на сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, где бывают очереди. В садик, в школе, в школе, в школе очень много бывает у меня. Ну, когда мы там заплатить, там, за проезд, там, за проезд заплатить, там еще, как там, ну там такое есть, в этом, в помещении есть такой, этот, там, остров позитива, там можно бегать, прыгать, там иногда бывает очередь. В магазине? Да и я с мамой не всегда долго стою, потому что у нас есть свой магазин, я один хожу там, рядом. В очереди? Да, в автобусе, когда хочешь выйти, я даю денежки, когда билет хочешь взять, вот. Вот, ну, когда за билетами куда-то в цирк идут. В магазинах, в центрах. Да, я иногда там сажусь на лавку, там, если я взял с собой какие-нибудь игрушки, играю с ними, там. Я стояла, вот, когда билеты раздают, вот, я стояла там в очереди с мамой и с моим братом, вот, еще я стояла в очереди, когда покушать мы хотели купить. Я много раз так стояла. Взрослые, да, они так-то могут постоять, но если они сильно устали, просто могут сядь на лавку. Они же не дети играть в игрушки, чтобы купить себе что-нибудь, поесть, бывает в очереди. Например, лето, очень жарко, всем хочется искупаться в реке, поплавать, расслабиться. Ну и там, бывает, там очереди стоят, кто первый купается, кто последний. Они бежут телефон и делают там важные дела по работе. Мама нам решает поиграть в автоматы, вот, разные, вот, и тоже надо ждать в очереди. В церковь. Может, постоять в телефоне, посмотреть там, что-нибудь поделать в нем, убыть. Ну, родители могут постоять, а я, у меня же старший брат, он может со мной погулять вокруг очереди. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mailsobaka.saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Друзья, мы продолжаем. Это «Автопилот» Саратов 24, Светлана Казанцева, Евгений Креков. Напоминаю вам, что мы работаем только в прямом эфире. Это первое шоу в Саратове, которое работает в прямом эфире и заслуживает вашего внимания, я уверен. Ну да, и, кстати, в прямой эфир, это значит, что вы можете нам написать, позвонить, а можете зайти к нам в группу ВКонтакте и там пообщаться с нами. Ну а также вы можете позвонить по двум мобильным телефонам, которые вы сейчас видите у себя на экранах. Эти номера совершенно бесплатные, и мы у вас сегодня с утра спрашиваем, вы пьете кофе по утрам? Есть два варианта ответа. Да, нет, у нас такой кофейный понедельник. Друзья, как начинается ваше утро, нам очень интересно знать, потому что интересно знать, чем живет наш зритель. Да, ну а еще готовы поделиться с вами пару событий, которые в ближайшее время, там, ну, в ближайшие месяцы, возможно, произойдут в нашем городе. И вот начнем мы с того, что сейчас уже открыта регистрация на 8-й саратовский полумарафон. Он состоится аж 23 апреля, и в рамках забега предусмотрены 4 дистанции. Это первая дистанция на 1 километр, она для детей, а также есть 5 километров, 10 и 21,5 километра. Подробно узнать о регистрации можно по телефону 49 25 53. Да. Вот для меня вот 1 километр прям вот идеально. Я тоже подумала, что это... Я бы вот так прошел... Я бы не сказала, что это детская дистанция. Да, и дети мимо меня бы с ветерком пробегали. Ну, кстати, друзья, вы бегаете, марафоны, полумарафоны. Напишите нам об этом на наш смс-портал, ну и мы, конечно, все зачитаем. Да, извини, что перебил. Возможно, вы уже принимали участие в предыдущих семи полумарафонах. Семь? Ну, да, если восьмой, то да. Вот, кстати, Сергей Гришнов, наш коллега, он бегал марафон, полумарафон, по-моему, 5 километров бегал. В общем, друзья, ждем ваши сообщения на наш смс-портал и ждем ваши рассказы о том, как же вы участвовали в марафонах, полумарафонах. А может быть, вы просто хотите сегодня кого-нибудь поздравить, передать привет или пожелать кому-нибудь доброго утра. Для всех этих поводов и людей есть наш мобильный портал, его номер вы у себя на экранах видите. Да, друзья, ну а мы продолжаем декламировать вам события, которые ждут вас. Да, Министерство культуры Саратова приглашает саратовцев принять участие в развлекательной программе под названием «Африка рядом». Мероприятие состоит совсем скоро, 18 февраля, и будет проводиться оно с 16 до 18.00 в Доме офицеров на Соборной 18. Здесь зазвучат затейливые ритмы народов Анголы, Нигерии, Замбии, а также Камерона. То есть весь медицинский университет соберется в Доме офицеров. Вы увидите жаркие танцы, такие, что по-настоящему согреют в любые морозы. Вам откроется особый колорит африканских песен. Будет представлена коллекция товаров из Африки. Да, такое будет. Это прям внимание девушки. Внимание девушки и любители змеиной кожи. Самые популярные изделия ручной работы – одежда, сувениры, украшения, аксессуары из металла, дерева и, внимание, крокодиловой, измеиной кожи. Событие состоится на улице Соборная, 18. Это Дом офицеров, кто не знает. 18 февраля. И проходить оно будет с 16.00 до 18.00. Кстати, цифра 18 для них, наверное, счастливая. Да, да. Три раза мы слышим эту цифру, друзья. Ну, всем любителям Африки и всего экзотического, пожалуйста, приходите. Ну да, для всех любителей животных, домашних животных, а точнее собак, мы хотим показать вам следующую рубрику. И будет посвящена она породе собак Шпиц. Вот как живут эти собаки, чем их кормить, как за ними ухаживать, узнаем из следующей рубрики. Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите нашу самую пушистую рубрику «За нами хвост». И сегодня мы расскажем вам про самую милую породу собак – немецкий Шпиц. О характере этих животных нам расскажет владелица такой собаки Юлия. Юль, привет! Расскажи нам немного о своем питомце. Привет! Это порода немецкий малый Шпиц. Его зовут Марк, ему 5 лет. Это замечательная порода, замечательный член семьи, друг, ребенок, как только можно его не называть. Любим его безумно. Расскажи, вот кроме тех качеств, которые ты сейчас назвала, какие еще черты характера своей собаки ты можешь выделить? Может быть, все-таки есть какие-то сложности с ней? Безусловно, есть, и сложности связаны непосредственно с полом. Вот можно предупредить, что если есть мальчик маленького роста, не знаю, как в других породах, но в данном случае у этой породы есть сложности, они могут иногда метить территорию. И сложности с прогулкой были до года однозначно. То есть это, пожалуй, единственный минус. Несмотря на это, все остальное прекрасно, и вот этот недостаток, он сглаживается, и все преимущества заслоняют. Тут маленький минус. Юль, а какие еще секреты воспитания собаки ты можешь выделить, чтобы она была более послушной, более домашней, ласковой? Ну, естественно, это любовь. Кроме любви быть ничего не может. Но помимо любви, если речь идет о дисциплине, нужно обозначать свое лидерство, чтобы собака знала, что есть, грубо, вожак стаи. Для того, чтобы собака не чувствовала себя лидером. И чтобы она не громила весь дом и непосредственно подчинялась правилам вашей игры. Юля, ты можешь вот так вот прям по порядку, вот пунктами обозначить те качества хозяина, которыми он должен обладать, чтобы воспитывать такую собаку? Безусловно, человек должен любить животных, должен быть дисциплинированным, ответственным. Ну, естественно, обладать лаской для того, чтобы ее дарить и самому ее принимать. Юль, спасибо. Ну и скажи какое-то небольшое пожелание тем людям, которые, возможно, хотят завести себе такого же питомца. Если вы хотите обрести очень ласкового, доброго, абсолютно без доли агрессии собаку, это идеальный вариант. Идеальный вариант для многодетных семей, потому что собака очень лояльна, я бы сказала, даже с любовью, относится к маленьким детям, что немаловажно. Лапушка, замечательная собака, надо брать обязательно. Спасибо, Юль. Друзья, мы продолжаем, мы продолжаем тему животных. И следующая рубрика у нас «Зооспас». Да, и волонтерское движение «Зооспас», как всегда, представляет нам информацию о тех животных, которые ищут свой дом. И сегодня готова отдать в добрые руки котенку по кличке Луна. Вот ее фотографию уже видите у себя на экранах. Ей 3,5-4 месяца, а краска у нее шоколадной. В еде она, между прочим, неприхотлива, и она станет настоящим украшением вашего дома. Вот именно так они и отзываются у волонтера движения «Зооспас». Она-то такая немного, мне кажется, испуганная, что ли. Она просто ждет того человека, который заберет ее в свой теплый дом и подарит ей свое внимание, заботу и любовь. Почему ее не назвали «Шоколадкой», если она шоколадного цвета? Не знаю, может быть, она в лунное затмение родилась. Может быть, это бывшая кошка Мария Белат. Может быть, бывшая кошка Мария Белат. Это скандал интриги расследования, друзья. Ну и если вам нравится этот котенок, друзья, позвоните в «Зооспас» и обязательно заберите его себе. Да, и напомню, номер телефона 602044. Именно по этому номеру вы можете позвонить, забрать к себе в дом этого милого котенка. И, кстати, он обработан от паразитов, очищен и полностью готов к тому, чтобы переселиться в ваш дом. Встреча с людьми. Да. И с детьми. Друзья, дальше кинообзор, и мы смотрим небольшой обзор, отчет о фильме «Викинг». Если вы не успели посмотреть, то, пожалуйста, прильните к экранам и наслаждайтесь. «Викинг. Успех» или провал фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли вышел в прокат 29 декабря. 2016 года. Многие уже успели посмотреть картину и, мягко говоря, мнения зрителей разошлись. Одни утверждают, что фильм не достоин внимания, другие же, напротив, считают его успехом. На сегодняшний день кассовые сборы картины уже превысили рубеж в 1 миллиард рублей. Таким образом, установив новый рекорд для отечественного кино. В чем же секрет? Об этом в кинообзоре расскажу вам я, Альфия Багапова. О выходе на широкие экраны данной киноленты слышал, наверное, каждый любитель кино. Это и неудивительно, ведь главную роль исполнил любимица и покоритель женских сердец Данила Козловский. Образ весьма непривычный для красавца-актера, но выглядит он не менее эффектно, чем в остальных картинах. Эй! Я брат вашего князя! Позовите Ярополка, я хочу говорить с ним! Ты сложил моему отцу. Он мертв. А ты жив? Отец! Кто жених? Я! Владимир! Князь из рода Рюрика! Теперь либо ты его, либо он тебя. Ну, за все. Мне нужна сила Ромеев. Помимо Козловского, главные роли также исполнили Светлана Хоченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Споляков и другие. Из названия ясно, что речь идет о временах раннего Средневековья. Тяжелые мечи и темные законы крови. Правящий род в раздоре. Отсюда война и борьба за власть. Подготовка к работе над фильмом началась в 2009 году и длилась аж 6 лет. Продюсером ленты стал Константин Эрнст. Это и неудивительно, ведь работа над картиной велась совместно с Первым каналом. Кстати, на главной роли также пробовались Виктор Вержбицкий, Сергей Безруков, Михаил Елисеев и другие именитые актеры. Некоторые сцены фильма сняты в Крыму, а декорации, используемые при его создании, благополучно стали частью первого в оси России кинопарка «Викинг», который открылся в начале мая 2016 года в Крыму. Но самое интересное это то, что историческая драма имеет две версии с разными возрастными ограничениями – 12 плюс и 18 плюс. Это приятное дополнение, ведь благодаря этому фильм можно посмотреть и в семейной компании. Кинокартина «Викинг» очень масштабная, качественная и мегабюджетная. 1 миллиард 250 миллионов рублей ушло на ее создание. Отсюда отличная графика и исполнение. Плюс ко всему это еще и российское кино, поэтому обязательно рекомендую к просмотру. Но если вы хотите обсудить фильм, тогда приглашаю на страницы телеканала в социальных сетях. Смотрите программу на официальном сайте saratov24.tv и в мобильном приложении. Друзья, мы начинаем этот чудесный понедельник с подарков для вас. Да, но прежде чем мы начнем, хочу представиться. Меня зовут Светлана Казанцева, рядом со мной Евгений Креков. Ну и все мобильные связи, все мобильные средства у нас доступны. Они вам сейчас очень-очень пригодятся. И хотим разыграть прежде всего в преддверии Дня всех влюбленных. В преддверии Дня всех влюбленных мы разыгрываем подарок от 101 розы. Друзья, не за горами давно полюбившийся всем праздник День Святого Валентина. В этот день принято дарить своим любимым приятные подарки, делать романтические сюрпризы, ходить на свидания. А мы предлагаем вам выиграть сертификат на 1000 рублей от цветочного магазина 101 роза. Интернет-магазин 101 роза – это экспресс-доставка цветов по Саратову, по Энгельсу. И доставка, между прочим, от 30 минут осуществляется достаточно быстро. Стильный букет или огромные охотки роз от 25 до 1001 по действительно низким ценам вы сможете приобрести в этом магазине. Можно найти разные букеты, например, на сайте компании. А также можно позвонить им по номеру телефона 25 17 72. Ну или воспользоваться номером телефона горячей линии – это номер 8 800 5000 032. Звонок по всей России бесплатный. Все, что вам нужно для того, чтобы выиграть этот подарочный сертификат на 1000 рублей, нужно вам правильно ответить на наши вопросы, прислать смс-сообщение ко всему прочему первым. Итак, внимание, вопрос. Итак, внимание, вопрос. Бам! Должен быть гонка, что, где, когда. Итак, вопрос. Кто? По преданию. По преданию является королем в мире цветов, друзья. Королем или королевой в мире цветов. Итак, есть несколько вариантов ответов. Это лотос, это роза или нарцисс. Итак, друзья, отвечайте на этот вопрос. Кто является королем в мире цветов? Лотос, роза, нарцисс. Присылайте свои сообщения. Напоминаю вам, кто первый, собственно, пришлет правильный вариант ответа, получит сертификат от магазина «101 роза» на сертификат 1000 рублей. 1000 рублей? Да, я хочу напомнить номер телефона. 8-906-302-24-24. Не запомнили? Заходите к нам или на сайт, или смотрите у себя на экранах, он у вас периодически появляется. Ну, а также на экранах прямо сейчас вы видите наше голосование, которое мы запустили. Сегодня мы у вас интересуемся, вы пьете кофе по утрам? Есть, конечно же, два варианта ответа, да или нет, и есть два номера телефона. Они совершенно бесплатные, звоните, ну и мы просто хотим узнать ваше мнение. Ну, а пока вы набираете свои сообщения или звоните к нам в прямой эфир, мы готовы с вами поделиться еще и чем? Инстаграмом, инстаграмом. Заглянули в инстаграм, там новость актуальная из Саратова. Саратовская лыжня проходила совершенно недавно. Вот хотели бы посмотреть 4 февраля, если быть точными. Хотели бы посмотреть небольшой отчет. О том, как наши жители поучаствовали в этой лыжне. Говорят, что было около 20 тысяч человек, которые принимали участие. Было несколько локаций, где проводились эти соревнования. Например, стадион Зимний, который находится на 5-й дачной. Это лагерь Дубки и лагерь Березка. Вот, в общем, там как раз впервые появился символ, спортивный символ нашего города. Волжик, да, друзья. Вот так вот губернатор Саратской области Валерий Радаев общается со своими горожанами, друзья. Все, конечно же, Саратов-24 тоже не мог пройти мимо этого замечательного события. Тоже принял участие, пофотографировался. И я уверен, что скоро будет сюжет об этом событии, друзья. Но и посмотрите, насколько бодрые, красивые, здоровые лица у наших горожан. Потому что спорт, свежий воздух, а главное, губернатор заставляет выглядеть красиво на таких соревнованиях. Ну и, кстати, там были совсем юные участники. Вы видели на фотографиях то, что действительно маленькие дети бежали на лыжах. Самому маленькому участнику было около 4 лет. И Валерий Радаев сам лично пожал руку, поздравил с тем, что этот малыш, вернее, эта малышка прошла эту дистанцию. В общем, приобщайте своих детей к спорту, себя к спорту. И это идет только на пользу, на пользу вашему здоровью, на пользу вашей физической форме. Ну а также мы хотим с вами еще о чем поделиться. Рассказать, например, о том, что... Городская нарисовка, да, у нас? Да. Хотим еще одной фотографией с вами поделиться. Вот такой незамысловатый знак дорожный висит в нашем городе. Просто дорожники решили, ну, я не знаю, может быть... Лежачий полицейский перевод. То есть знак напоминает это летающую тарелку, которая пытается своим лучом кого-то похитить. Не вставай... Опасайтесь НЛО. Но в связи с той новостью, которую мы прочитали, что МКС будет пролетать над Саратовом, вполне актуальная новость. Возможно, она будет пролетать прямо над этой точкой. А ты помнишь, недавно была фотография о том, что в Марксе заметили три свечащихся шара на небе. Возможно, там как раз НЛО и пролетали. Может быть, это вот символ, может быть, они дорожники увидели и решили подметить. Когда Калина едет. Возможно, возможно, предупреждают нас, друзья, об какой-то опасности. Но будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и смотрите на знаки, потому что кто-то может вот так пошутить, перевернуть, и вы не заметите очень важный знак. Да, в общем, будьте внимательны и будьте внимательны к нашему эфиру. Сейчас мы разыгрываем подальшение сертификата от магазина 101 Роза. И нужно всего на все правильно ответить на наш вопрос. Кто по преданию является королем или королевой цветов? Лотос, Роза или Нарцисс? Вот один из этих вариантов правильный. Пишите свои сообщения, и тот, кто из вас первым пришлет правильный ответ, и получит этот подарочный сертификат. Ну а пока вы все это делаете... Ну а пока вы обдумываете правильные варианты ответов, мы вам подскажем, как правильно выбрать продукты питания, в частности, банан. Бананы вкусные и питательные плоды, которые давным-давно перестали быть экзотикой для российского покупателя. На сегодняшний день бананы можно найти в каждом продуктовом магазине страны. По своей видовой принадлежности они являются ягодами, хотя в обществе принято считать их фруктами. Так как же выбрать по-настоящему хорошие бананы? Сейчас мы вам расскажем. Бананы к нам везут из дальних стран, от одних и тех же производителей. А где их покупать, разницы большой нет. Однако в холодное время года лучше все-таки покупать в магазинах, поскольку на рынках данный продукт может перемерзать, и иметь сероватый цвет, и, соответственно, вкусовые качества банана могут снижаться. При выборе бананов нужно обратить внимание в первую очередь на форму фрукта. Банан не должен иметь ребристую форму, качественный фрукт, обтекаемый. Во-вторых, кожура. У качественного банана кожура должна быть матовой и гладкой, без видимых повреждений. Далее длина и размер. Рекомендую обратить внимание на размер банана. Не всегда большие бананы самые вкусные. А самыми лучшими вкусовыми качествами обладают бананы среднего размера. Рекомендую вам нюхать бананы, поскольку хороший продукт излучает хороший аромат. Самые лучшие бананы идеально желтые. И те, на которые мы чаще всего не обращаем внимания. Желтые в черную крапинку. Эти самые крапинки являются показателем того, что банан хорошо дозрел и готов к употреблению. Но покупать такие плоды килограммами не стоит, так как съесть банан с черными точками нужно в день покупки. Иначе фрукты быстро испортятся. Зеленые же бананы брать не стоит. Это ни в коем случае не сорт. Они просто не успели дозреть. К тому же крахмала в них гораздо больше, чем в картофеле, что само по себе никак не ассоциируется с пользой. Немногие знают, но бананы помещают в специальные газовые камеры. Действительно, существуют специальные газовые камеры, в которые помещают бананы. Делается это для того, чтобы бананы быстрее дозрели. Сначала бананы помещаются в специальные камеры хранения с низкой температурой и определенным уровнем влажности. Затем их переносят в камеру газации, где нагревают и обрабатывают газовой смесью. Газовая смесь, или как ее еще называют, бананогаз, на 5% состоит из селена и на 95% из азота. Это аналог природного вещества, который выделяется бананами при его естественном созревании. Такая смесь безопасна для человека. А теперь запомним основные правила при выборе хороших бананов. Первое. Размер. Бананы следует выбирать среднего или чуть меньше среднего размера. Они, как правило, самые сладкие. Второе. Запах. Перед покупкой обязательно понюхайте товар. Если от него исходит настоящий банановый аромат, значит он не обработан посторонними химическими веществами. Третье. Самые зрелые и вкусные плоды имеют характерную окраску. Идеально желтые. Или желтые в черную крапинку. Следуйте нашим советам и выбирайте правильные продукты. Друзья, вот такие нехитрые советы для того, чтобы выбрать правильные продукты и быть всегда здоровым, свежим и красивым. Да, ну и несколько минут назад мы запускали опросы, запускали голосование и запускали розыгрыш о том, ну, для того, чтобы вы могли получить сертификат на 1000 рублей от магазина цветов 101 роза. Вопрос был такой. Кто по преданию является королем или королевой цветов? Было три варианта ответа. Это лотос, роза или нарцисс. И правильный вариант? Это, конечно же, роза, друзья. Мы рады поздравить телезрителя, который первый прислал нам правильный ответ. И номер его телефона заканчивается на 5413. В конце программы с вами свяжется наш редактор и скажет, как забрать приз. Да, друзья, следите за нашим эфиром. Еще сегодня будет замечательный розыгрыш. И приготовьте свои мобильные телефоны для того, чтобы быстренько написать нам сообщение, потому что победителем обычно является у нас первый, самый шустрый. Самый первый, самый шустрый, да, забирает все призы, друзья. Но еще в социальной сети под названием ВКонтакте мы запустили небольшой опрос. Какие традиционные зимние напитки вы любите? И присылайте свои варианты ответов. Вот уже несколько вариантов есть. Это Глинтвейн для зимы прислал Сергей со смайликом, с большим. И самый любимый зимний напиток от Нины – облепиховый чай. Ну почему? Мне кажется, очень хорошие варианты. Друзья, мы не просто так запустили этот опрос, потому что 6 февраля сегодня отмечается Всемирный день бармена. И в связи с этим мы еще решили пригласить к нам в эфир представителя этой профессии. Узнаем у него, что должен уметь настоящий бармен, где научиться этому искусству, ну и вообще в чем секрет вкусных напитков. Да, Максим Корса придет к нам в следующем часе. Друзья, если у вас есть какие-то актуальные вопросы, которые вы хотите у него спросить, то, пожалуйста, пишите их заранее, чтобы мы успели их задать ему. Да, ну а также мы еще запускаем голосование, которое вы видите сейчас у вас на экранах. Мы спрашиваем у вас, любите ли вы пить кофе. Есть два варианта ответа, можете позвонить. Номера телефона совершенно бесплатные, просто хотим зафиксировать ваш голос. Вот сейчас пока побеждают любители кофе. Вот все говорят, что да, 57% у нас. А ты любишь кофе? Я абсолютно равнодушен к этому напитку. Да, пью все, что дают. Все, что горячее, все, что бодрит. Утром, особенно перед работой, когда непонятно вообще в каком состоянии просыпаешься, просто вот выпил, что попало, бывает и кефирчику приходится. Теплого самое главное, чтобы курор не болело. В общем, друзья, высказывайте свое мнение, просто так можете нам написать свои сообщения, не обязательно участвовать в розыгрыше, можно просто передать кому-нибудь привет, поздравить с днем рождения, поздравить, например, с днем бармена, если у вас есть знакомый бармен. А можете, ну, просто пожелать кому-то доброго утра, ну и позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 54 30 30, вы тоже можете, у вас есть такие возможности. Ну а также мы готовы сейчас передать слово нашим коллегам. Нашим коллегам выпуск продолжит, выпуск новостей продолжит. И где будет рассказано, что, о каких окружающих. Данислав Жижин сейчас будет в эфире, он расскажет всю самую подробную информацию, последнюю информацию, которая связана с нашим городом. Только что прошли выходные, очень много информационных поводов, о которых стоит рассказывать и которые стоит осветить. В общем, передаем слово нашему коллеге, после чего мы вернемся вместе с гостем. Доброе утро, дорогие саратовцы, мы рады приветствовать вас, это Автопилот. По традиции в понедельник бодрим вас, веселим и предоставляем вам интересную информацию. Друзья, ну и сегодня, 6 февраля, Всемирный день бармена, друзья. Кто бы знал, он такой и есть праздник. Мы решили на эту тему поговорить с нашим следующим гостем. Многие знают его как отличного бармена, друзья, и наверняка те люди, которые путешествуют у нас по каким-то заведениям, часто с ним встречались. Другие люди знают его человека как селфмейд, человек, который сделал себя сам. Сегодня он у нас в гостях, Максим Корсо, доброе утро. Доброе утро. Максим, доброе утро, рад тебя видеть у нас в студии. Расскажи, вот с чего начинается утро у бармена, как, с какого напитка, что ты пьешь с утра? Обычно я пью кофе. Наверное, у всех барменов тоже начинается с кофе. Есть, конечно, единицы, которые могут себе позволить с утра не кофе, а чай. Это те, кто не работает. Наоборот, это кто работает. Кто работает, да, они могут утро начать. Так, понял. Ну вот давай, хорошо, Лан, давай с места в карьеру. Скажи нам о работе бармена, в чем суть, и вообще, кто такие бармены, какие напитки они готовят, и в чем секрет ваших вкусных коктейлей? Секрет в знаниях. Да. Секрет в знаниях, секрет в постоянном пополнении этих знаний, и, конечно же, наверное, в разработке собственных каких-то напитков. Потому что сейчас понятия, когда говорят, знаешь, приходишь куда-то в ресторан, и тебе говорят, что у нас вот только авторские коктейли. Слово авторские в нашем мире сейчас нет. Поэтому есть просто бармены, которые интересуются, что-то находят, старые рецепты какие-то, что-то возобновляют, потому что сейчас ретро-мода такая, да. И те, кто ищет, кто в поиске, у них всегда вкусно, у них всегда есть чем удивить, есть что приготовить вкусно. Ну а творческая жилка должна быть в бармене? То есть какое творческое начало, что-то свое добавить, что-то необычное? Или ты вот уже сказала то, что все это стандартно, все это уже было? Рождаются ли сейчас вообще, в принципе, новые коктейли какие-то? Вот как вот Свет сказал, что-то свое добавляешь, и получился какой-то новый, необычный коктейль, напиток или что-то еще? Я придерживаюсь момента того, что уже все придумали. Уже все придумали, и сейчас мы просто, скажем так, сейчас есть возможность, да, век интернета, век социальных сетей, век информации. И сейчас очень легко найти все, что было там в 18-19 веке, да. И это легко найти, сделать на это так называемый твист, да, то есть осовременить это, и приготовить что-то свое. А вот современный бармен, он какой? Какой вот человек, вот несколько качеств, которыми должен обладать современный бармен? Он творческий. Он творческий. Если он просыпается утром и говорит себе, черт, я профессионал, я классный, я классный, у меня татуировки до плечей, я очень классный. И возможно даже на лице. Если он так говорит, все, лучше уходите с профессии. Так, все, лучше уходите. Слушай, ну а где можно научиться вообще этому искусству? От кого, где? Смотря для чего. Для чего тебе это? Ну, не знаю. Дома угостить, например, мужа вкусным коктейлем. Ну, например. Например. Ты можешь открыть YouTube, открыть какого-нибудь блогера умного, хорошего, потому что дезинформации очень много. И научиться. А если ты профессионал, то тебе лучше идти куда-нибудь в какое-нибудь учебное заведение. То есть есть учебное заведение для барменов? Коих очень много. Да, за границей. За границей есть целая гильдия при Британской Королеве. Вот. И там можно обучиться барменов. Слушай, ну а у нас в городе можно где-то обучиться и стать барменом? Можно. Можно. Да, я просто отвечу, можно. Хорошо, и все. И да, вы можете, например, я не знаю, там, лучше, знаешь, как сделать? Лучше не пойти куда-то учиться, а найти наставника. Все люди, которые чего-то достигли, у них всегда были наставники. Наставники, которые их тянули за собой, показывали как надо, что-то, может быть, навязывали им. И через эту призму люди достигали успеха. Максим, а вот вы все нам так интересно рассказываете, а в этот момент вы что-то подливаете и подливаете. Что вы готовите сегодня? Я не пришел к вам с пустыми руками, чтобы ваш день сегодня начался не с кофе. Я принес вам такой очень вкусный напиток, он называется... Это вообще холодный чай, если брать в общем. А вообще он называется бабулин напиток. Это тоже напиток из конца 19 века. Это крепкий настой чая. Каких сортов там чая? Или что входит? Давайте вот прям по ингредиентам. Я тебе больше скажу. Чай называется персиковый яблок. Так. Вот. Это рубленые яблоки вяленые и заваренный крепко чай. Это все вы сами сами делаете. А вот персиковый, персиковый, там персиковый чай? Подожди, сейчас ты поймешь, попробуешь и поймешь. Добавил я еще туда специальный такой... Сейчас же очень модно варить всякие какие-то хендмейт ингредиенты. И вот я тоже это действительно практикую и всем барменам тоже рекомендую это делать. Это такой очень концентрированный компот из яблок, которые подпекли. И получается такой печеные яблочки такие. Вот. И они, естественно, все это превращено в жидкость. И вот можно это попробовать. Вот. Плюс я еще добавляю туда такие духи. Специальные, да, ароматические. Это духи из ревень такой. Знаком тебе? Вот такой длинный стебель, розовый. Все забыли про этот. Как он приготовлен? Что с ним делали? С ревнем? Да. Его специальным образом обработали. Он стал очень сильно горький. Очень стал... Не хочет. Стал ароматный. Я тебе даже дам сейчас понюхать. Это прям в прямом смысле духи. Вот. То есть в приготовлении коктейлей... Слушай, ну такой приятный запах. Спасибо большое, у меня не дышит. Пожалуйста. В приготовлении коктейлей еще и такая немножко кулинарная есть нотка. Сейчас кулинария, вот эти вот все модные повара, сейчас это все очень так на кончиках пальцев, близко друг с другом, именно с барменским искусством, с кулинарией. Потому что многие даже рецепты и заимствования берутся, методы берутся. То есть обугливание, обжигание, плавление, настаивание. Это все берется из кулинарии в частности. Вот. Ну вот сейчас нас смотрит Максим Человек, который вот, глядя на вас, мечтает быть таким же красивым, выглядеть так же элегантно. И знать очень много о приготовлении коктейлей, кулинарии, молекулярной кухни, я знаю, что это тоже очень тесно связано. Куда ему пойти, что ему делать? Человек, который вообще с этим не связан. Вот человеку 19 лет, он стоит на пороге того, чтобы выбрать свой жизненный путь. Куда ему пойти, с чего начать? Я прерву вас, извините, да, что очень важно сейчас понимать, мы живем в мире, в мире такого модного хаоса. Сейчас есть некоторая небрежность, вот я положил вам апельсин, например, руками. Это вот такой вот, вы же мне доверяете? Я надеюсь. Конечно. У вас есть медкнижка? Да, у меня есть медкнижка. Такой вот, как реверанс в вашу сторону, я сделал это, вот положил, вы мне доверяете, потому что я профессионал, ну, я себя так позиционирую, да, и я вот вам так сделал. Это замечательно. Да. Ну, то есть, по сути, вы могли сюда положить не только апельсин, можно было и лимон, можно было все, что угодно, да, то есть от настроения донести? Это, скажем так, ну, это не классический, конечно, напиток, но у всех напитков есть какие-то, какой-то процесс смешивания, да, какие-то главные алгоритмы, которые нарушать, естественно, нельзя. О них можно узнать, конечно же, от наставника или в какой-то школе-нибудь. Да, я не боюсь, вот сейчас Максим демонстрирует нам. Что вы делаете? Я обжигаю тростниковый сахар, карамелизирую его на апельсине, вот, это когда вы будете это дело все пить. Будет вкусно. Будет очень ароматно, ароматно пахнуть, во-первых, апельсином, во-вторых, карамелью, и будет карамельный апельсин. А еще я капну вам чуть-чуть вот ремень. Друзья, у нас готов небольшой сюжет, который мы предлагаем всем посмотреть. Она немножечко откроет нам занавес и продемонстрирует, что же такое профессия бармен. Супер. Они совершают чудеса алхимии. Они маги, декораторы, экстрасенсы, а иногда даже лучшие психологи. Они – это люди по ту сторону барных стоек. 6 февраля отмечается Международный день бармена. Эта профессия зародилась в США во времена золотой лихорадки. Тогда в торговых точках поселений стали появляться специально отгороженные прилавки, где предлагали алкоголь на разлив. Ну а теперь у них есть даже свой день почитания бармена. Приходится он на первые пятницы декабря. А вот Международный день бармена широко праздновать впервые начали в Киеве в 2008 году. Российские заведения быстро переняли эту идею, и теперь для нас это уже стало хорошей традицией. Сейчас существуют различные официальные ассоциации людей данной профессии. Например, Международная барменская ассоциация, Барменская ассоциация Россия, а в нашем городе Барменская ассоциация Саратова. Мало того, существуют чемпионаты по барменскому искусству. Оцениваются в них не только качество и вкус напитков, но и ловкость рук, артистизм и манера подачи профессионалов. Кстати, в 2013 году саратовец Александр Зверев стал финалистом отборочного тура чемпионата России по барменскому искусству. Он представил авторский коктейль «Кровавая Мэри Твист» и впечатлил судей вкусом и оригинальностью подачи напитка. В России все чаще стали появляться девушки-бармены, а в крупных городах этим уже не удивишь. В Саратове тоже есть представительницы этой профессии. Пока что это редкое явление, но не исключено, что вскоре ситуация может измениться. Да, друзья, поздравляем вас, Максим, с днем бармена, с вашим профессиональным праздником. Все-таки расскажите, с чего начать человеку, который не сведущий вообще в этой обстановке, куда пойти, куда податься. Вот человек стоит на распуте, решает, что ему выбрать, какую профессию. И все-таки он понимает, что ближе ему что-то готовить, понимаете, какая-то кулинария и радовать людей. Поступлю нескромно. Скажу так, что если есть люди, которые реально, вот они видят себя в профессии, реально, они просто хотят пойти подработать, да, потому что это уже давно не подработка. Можно найти меня, вот, теперь меня можно найти, я теперь нахожусь на Чернышевского 110, вот, там у нас теперь офис, и туда можно прийти и сказать, хочу быть барменом, вот, научите. Слушайте, Максим, ну вы же всех не сможете объять всех желающих, куда еще можно пойти и к кому еще можно обратиться? С чего начать? Может быть, какое-то образование получить, или пойти вот в кулинарный техникум, например, с этого начать, с каких-то основ, или вообще не требуется никакого вот образования. Я знаю, насколько я знаю, поскольку я знаю, у вас такого, ну, вы не заканчивали какой-то техникум, да, вы заканчиваете какие-то там курсы и так далее, обучаетесь сами. То есть, в принципе, если есть желание, то можно всему научиться самому, правильно или нет? Можно, но в определенный момент ты достигаешь какого-то потолка, потолка, и тебе хочется систематизировать собственные знания. Их можно сейчас систематизировать в интернете, есть куча книжек умных, дорогих, в которых вам структурируют вашу информацию, да, полученную из интернета или из каких-то других источников. Но человеческое общение, человеческий фактор влияния, когда вы смотрите на человека, видите, что он может. Он направляет руку, говорит, делай вот так или так. Да, не делай вот так. Да, да. Слышите, ну а вообще, какими навыками должен обладать настоящий бармен? То есть, помимо того, что он смешивает коктейли и что-то придумывает, возможно... Жанглеж, может быть, я не знаю. Да, да, сам. Есть, например, флейринг, да, вот это вот подбрасывание будылок. Есть, например, такая особенность, что с барменом очень часто приходят люди просто поговорить. Вот какими качествами должен обладать настоящий бармен? Во-первых, давайте, все-таки вы попьете бабулин чай, потому что я вижу, что он отходит льдом. С праздником. Восторжен. С чаем. Да, отвечу так на этот вопрос. В силу того, что профессия очень творческая, бармен как художник, да, то есть не в плохом смысле этого слова, а в хорошем, как художник, он, вот, можно сказать, что Дали или Микеланджело, вот, например, они, вот, кто-то плохой из них, а кто-то хороший, они разные. Так же и пути у бармена, они очень разные. Кому что нравится, тот и выбирает, да. Есть тенденциозные люди в Саратове, которые делают прекрасный флейринг, занимаются, это ни в коем случае нельзя назвать фокусами, да, какими-то, или жонглированием, нет, это очень плотные тренировки, люди на это тратят очень много времени и являются профессионалами в этой сфере в Саратове. Но флейринг же, он как-то связан с приготовлением непосредственно коктейля, или он никакого отношения уже не имеет, это больше спорт уже, наверное. Или просто развлечение. Есть два вида флейринга, да, это, которые, вот, скажем так, шоу, и есть так называемый working флейринг или рабочий флейринг. Просто некоторые элементы, да, например. Да, это элементы, которые бармен использует в работе. Они уже сейчас настолько вот, настолько приелись, что иногда ты их даже сам не замечаешь, как ты их делаешь, да. И кто-то делает так, кто-то делает так, кто-то вообще не пользуется флейрингом, а делает ставку именно на общение с гостем. Кто-то прекрасный продавец, и его ценит его работодатель за то, что он может продать любую вообще бутылку в заведении и напиток в заведении. Да, кто-то гениально придумывает сочетание и умеет так даже в голове, не смешивая напиток, разложить его гостю, рассказать и предложить. И понять вкус, наверное, да, изначально. Да, услышать вкус. То есть бармен не всегда смешивает напитки, он предлагает еще и какие-то чистые напитки, да, то есть разбирается в этом. Он должен знать вообще все, все, что, каждую бутылку, которая у него стоит в баре, знать, что имеет какую выдержку, какой будет эффект. Что смешивать, что не смешивать. Что не смешивать и как смешивать, это очень важно. Очень важно, очень важно. Какой взять лед, как приготовить лед так, чтобы он был там не мутный, чтобы гостю не попала какая-нибудь гадость в стакан. Такое бывает. Вот, все бывает. Так, давайте, Света, вы попробовали уже. Да, я уже попробовала. Бабушка удивила приготовление своего чая. Да, достаточно необычный вкус. Да, передавайте своей бабушке привет. Хорошо, можете ей позвонить, я дам телефон. Слушайте, Мария, у меня еще такой вопрос. Вот барменами в основном работают мужчины. Почему? Девушка в этой профессии не такая способная или, может быть, я не знаю, просто так повелось? Может быть, у вас есть какие-то там, я не знаю, свои законы, что вот девушек мы не пускаем в этот образ? Законов нет. Лучшие повара мужчины, я думаю, это относится и к барменам. Нет, ты сейчас не прав. Есть отличные повара, которые женщины. Да. Марта Стюарт. Так. Наверное, тебе ни о чем-то не говорили. Нет, конечно. Да, вот, скажем так, бармен это еще и ты должен быть очень выносливым в определенный момент. Ну да, кстати. Но ты понимаешь, что девушки менее выносливые, и я бы сказал, что есть у нас бармены, девушки, и на этом бы я остановился. Они есть, они есть. Нет какого-то вот априори ограничения какого-то, что вот ты барышней, ты не станешь никогда барменом. Нет. Желание определяет все желание. То есть вы рекомендуете вот, видя, за барной стойкой бармена-мужчину и бармена-девушку все-таки к барменному мужчине идти, собственно, нет? Нет. Все индивидуально. Я рекомендую так, к такому алгоритму приходить куда-то, да, выбирать своего человека и ходить к нему, вот. Напрягать его больше, чем вы привыкли. Прийти и сказать, хочу, вот, прочитал. Что-то необычное. Прочитал, вот, хочу попробовать. Нужно напрягать барменов. Тогда они начинают шевелиться и работать. А так вы, приходя в заведение, просто расслабляете их, заказываем что-то по меню или что-то еще как-то, то есть что-то простое очень, да, к чему вы привыкли. Максим, финальный вопрос. Всех интересует, как вы сами отмечаете ваш праздник, День бармена? Там, что делаете, с чего начинаете, может быть, собираетесь? Для меня очень, наверное, знаковый вот этот День бармена, потому что мы, я говорю, мы переехали в офис, и сейчас я поеду делать туда ремонт. Туда ремонт, да, будете отличаться. Да, и для меня это будет лучшим подарком, потому что это свое гнездышко и свой такой творческий центр, куда я могу прийти и принять гостей своих, вот, и чему-то, может быть, научить, чему-то, что-то, может быть, рассказать. Как-то немножечко продвинуть наш город вперед в плане смешивания напитков, просто интересная информация. А мероприятия какие-то в целом с этим связанные днем проходят или нет? В нашем городе? Да, они, конечно, очень местечковые, они, наверное, связаны именно с персоналом, потому что у нас есть такой, да, ставпати, все знают, вот, и как-то обязательно сегодня где-то кто-то соберется. Я не могу вот так вот вам сейчас однозначно сказать, что вот... Кто-то отмечает. Да, кто-то отмечает. Замечательно. Ну, хорошо, Максим, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в эфир, мы вас еще раз поздравляем с этим праздником, с профессиональным праздником. Спасибо за такой вкусный чай. Спасибо бабуле. Да, спасибо бабуле вашей. Ну, в общем, приходите к нам еще, ну, а мы продолжаем наш шоу. Да, друзья, напоминаем, что сегодня с нами был Максим Корса, бармен города Саратова, и он рассказывал нам о том, как не замерзнуть в эти холода и выпить хорошего бабушкиного чая, друзья. Ну, а прямо сейчас для вас ваша любимая реклама. Доброе утро, наш любимый город. Просыпайтесь скорее, пора на работу. На улице достаточно холодно, все замело вокруг, и в связи с этим образовалась большая-большая пробка, ну, фактически на всех улицах нашего города. А вот где конкретно и как их объехать, Евгений Креков сейчас вам расскажет. Доброе утро, дорогие друзья, и, конечно же, самая актуальная информация с дорог нашего города, друзья, по версии Яндекс.Пробки. Сегодня 6 баллов на дорогах, 6 баллов, поэтому если вдруг вы пытаетесь сейчас судорожно откопать свою машину, делайте это скорее, выезжать нужно прямо сейчас, иначе вы не успеете никуда. Но переходим мы, конечно же, на нашу карту, на которой обозначены все самые проблемные зоны нашего города. Начиная по традиции с заводского района, мы встречаем сразу огромную пробку, друзья, она движется до улицы Арджиникидзе, и скорость вашего движения составит 5-7 километров в час. Поэтому будьте внимательны, можно эту пробку объехать с удовольствием по Новоастраханскому шоссе, там движение не затруднено, и все движется с приличной скоростью. Двигаемся дальше, и улица Чернышевского также практически нас не встречает какими-то большими затруднениями, вплоть до практически улицы Чапаева. На Чапаево есть небольшая пробка, но все-таки она не очень большая. Переходя к предмостовой площади, друзья, на предмостовой площади в сторону Саратова есть небольшая пробка, точнее, как небольшая, большая, достаточно большая. 5 километров в час составит улица, скорость вашего движения по улице Мичурина, друзья, движение затруднено. Но при въезде на мост, друзья, никаких тотальных затруднений нет, все-таки движение продолжается. Как только вы преодолели участок через Волгу, нас встречает Лесозаводская и Трудовая улицы в городе Энгельсе, там образовалась небольшая пробка. 10 километров в час составит скорость вашего движения, пока что двигаться можно, все хорошо, и мы знаем, что пробки бывают и похуже на этом участке дороги. Переходя в район Юбилейный, Юбилейный район, Усть-Курдюмское шоссе, встречает нас огромной протяженной пробкой. До кольца строительного рынка, друзья, растянулась эта пробка, она очень большая, 5-7 километров в час составит скорость вашего движения. И как только вы выберетесь на улицу аэропорт, там уже вы можете развить приличную скорость. И улица Навашины и Танкистов, переходим на эту улицу. Здесь классическая пробка, все без изменений, рассказывать нечего, как я уже говорил, многие уже там знакомые друг с другом и стоят там не первый год. 3 километра в час составит скорость вашего движения по улице Танкистов. Переходя в Ленинский район, значит переходим в Ленинский район, улица Ипподромная на пересечении с улицей Шухурдина. Никакой пробки и затруднений нет, хотя там классическое бывает затруднение движения. На улице Шухурдина в сторону Саратова, в сторону центра у нас есть небольшое затруднение. Также на проспекте строителей ДТП, мы видим то, что на выезд, в сторону выезда из города у нас произошла авария и образуется пробка 5-7 километров в час составит скорость вашего движения. Проспект 50 лет Октября, друзья, также в стабильном, в хорошем состоянии, казалось бы, казалось бы, 6 баллов, где они могли все скопиться. Думали мы, что на проспекте 50 лет Октября, но нет, друзья, нет в приличном состоянии. Находится эта улица, на стрелке мы видим небольшое затруднение движения, 15 километров в час составит скорость вашего движения и по факту все. Улица Соколовая, Соколовая с пересечением на подъезде к улице Танкистов встречает нас с пробкой в обе стороны, друзья, поэтому вы будьте осторожны и если у вас есть возможность, сворачивайте на 50 лет Октября и выезжайте в центр. В центре, в районе детского парка, пробка сразу же, моментально мы видим бордовый цвет, 5 километров в час составит скорость вашего движения. Астраханская также затруднена немного и в центре, в принципе, стабильная ситуация, друзья. Как всегда для центра скорость вашего движения по центру будет 20 километров в час, поэтому, друзья, выезжайте заранее для того, чтобы не опоздать на работу. Но, друзья, о секретах погоды нам расскажет Светлана Казанцева. Светлана, что нас ждет за окном? Ох, за окном у нас достаточно морозно. Подробнее, 6 февраля в Саратове-Венгельсе переменная облачность, ветер северный, 5,4 метра в секунду, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха опустится до отметки минус 15 градусов, а ночью будет и того холоднее, будет минус 18 градусов. Я надеюсь, что это последние холодные деньки этой зимой. И вот сейчас обещают, в принципе, синоптики всю неделю, достаточно холодную и снежную. В общем, рассчитывайте свое время перед выходом на работу, чтобы у вас была возможность откопать свою машину, добраться до автобусной остановки. Ну и, конечно же, не замерзнуть, нужно надевать шапки, шарфы, не пренебрегать этими теплыми вещами. Да, с теплыми вещами. Ну и, конечно же, как мы уже говорили, что в этом часе мы будем разыгрывать еще один приятный сюрприз и один приятный подарок для вас. И вот прямо сейчас готовы начать этот розыгрыш. Да, друзья, что может быть лучше чашечки горячего свежесваренного кофе по утрам? Да, пожалуй, ничего. Друзья, у вас есть возможность взбодриться вместе с шоу «Автопилот», а поможет вам в этом кофейне «Горький кофе». Все, что вам нужно, это правильно ответить на наш вопрос, написав смс. И если вы будете первым, то вы получите два сертификата на любой напиток в кофейне «Горький кофе». Да, итак, внимание, вопрос. Какой из кофейных напитков является американской разновидностью латте с добавлением шоколада? Вот есть три варианта ответа. «Мокочино», «Американо» или «Мока». Один из этих вариантов правильный. Отправляйте ваш вариант на наш мобильный портал. Напомню, его номер телефона 8906 302 2424. Тот, кто из вас первым ответит на этот вопрос, ответит правильно. Ну и, собственно, получит два сертификата от кофейни «Кофе Горький». Да, можно туда пригласить свою вторую половинку, сходить, насладиться горячим напитком. Друзья, ну а в каком виде вы пойдете в эту кофейню, расскажет нам следующая рубрика «Стильные люди». Всем привет, с вами стилист Алина Ковалева. Сегодняшний тренд опять на спортивную тематику, и он довольно-таки спорный. Повязки на голову. Спорт стремительно не один сезон наступает на пятки классическим модным тенденциям. И вот уже леггинсы из ТВ-уроков аэробики Джейн Фонда мы носим с каблуками, а толстовки утягиваем корсетами. Два года назад лакост взяли и прошумели спортивно-богемной коллекцией, вдохновленной фильмом семейка Тененбаум. Спортивные костюмы и повязки на голову зашагали по подиуму. Учитывая, что из мужского гардероба мы уже давно одалживаем вещи без стеснения, предлагаю банданы и повязки тоже позаимствовать. Тем более, что мы имеем самое полное право, нам они нужнее. Отличные варианты есть у взорвавшей на днях интернет-коллаборации Луи Вьетон и Супрым, а особо царственным особым будут милы сердцу короны. Носить повязки и банданы можно не только на теннисном корте или во время пробежек. Конечно, один из классических вариантов применения, знакомый каждый, это дуэт с косухой или платьями хиппи. Но я рекомендую поэкспериментировать и применить аксессуары с газовыми платьями или парой футболка плюс юг и карандаш. Конечно, носить с леггинсами сам Бог велел. И если вам просто повязки мало, сочетайте ее с другими головными уборами, кепками, шляпами и даже платками. Самих вариантов повязки было и существует великое множество. На Руси у нас были венчики, широкие вышитые повязки с лентами позади. И повойники, платок или полотенце, повязанные поверх другого головного убора. А японцы носили свои хатимаки, символизирующие непреклонность намерений. Сегодня мы повязываем на голову платки и банданы, широкие ленты и даже козырьки. Так что сегодня опять не стесняйтесь повязывать на голову банданы и платки, широкие ленты и даже козырьки. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Вот ты следуешь модным советам Алины Ковалевой? Я следую. Я прям все под карандаш записываю, вот это вот все штудирую. Она же такой человек, который знает о модных тенденциях. Она ездит на фэшн-бик, она следит за всеми дизайнерами, которые изготавливают там одежду разных стилей. Ну, в общем, Алина Ковалева знатная модница, и к ее советам стоит прислушиваться. Да, друзья, ну а прямо сейчас для вас гороскоп. Все самое актуальное из Мир Звезд. Солнце — главный источник света в планетной системе. Точно так же все аспекты вашей личности наиболее ярко освещают именно ваш солнечный знак. Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат, и пусть сегодняшний день будет наполнен светом. А что для этого нужно, я как всегда расскажу в своем прогнозе. Итак, нас сегодня буквально поглотит информационное пространство. Бояться этого не стоит. Напротив, активно используйте его. Делитесь идеями с друзьями, коллегами, и вместе вы найдете наилучшее решение для реализации ваших замыслов. Ну, а теперь о том, что приготовили нам звезды для наших знаков зодиака. Овен — ваша финансовая стабильность непоколебима. Можете позволить себе крупную покупку. Телец — сегодня могут возникнуть небольшие разногласия с вашими партнерами. Близнецы — именно в эти дни ваши отношения в паре проходят проверку на прочность. Рак — сегодня у вас есть все шансы реализовать ваши планы и профессиональные идеи. Лев — позитивные перемены в профессиональной сфере порадуют вас с самого утра. Дева — сейчас отличное время для вашего профессионального роста. Не упустите свой шанс. Весы — все ваши цели достижимы и реальны. Важно продолжать движение вперед. Скорпион — ваша задача сейчас руководить и быть лидером, а не зацикливаться на мелочах. Стрелец — нет повода для грусти. Меньше размышляйте и больше действуйте. Козерог — настал период бурных изменений. И это хорошее время для профессионального роста. Водолей — любое дело будет успешным. Сейчас удачный период для профессионального роста и романтических встреч. Рыбы — это неделя будет самой важной для вас в этом месяце. Если вам интересно узнать на наиболее ярких аспектах вашей личности, пишите мне на электронную почту, указав время, дату и место вашего рождения. Друзья, мы рады вернуться для того, чтобы уже подводить практически итоги сегодняшнего выпуска. Но еще осталось несколько мгновений для того, чтобы мы порадовали вас новой свежей информацией. Мы запускали такое небольшое голосование. Вы видите сейчас прямо на своих экранах. Пьете ли вы кофе по утрам? Было два варианта ответа. Да, нет, побеждают люди, которые пьют. Да, но у вас еще есть шанс позвонить по этим телефонам. Они, кстати, совершенно бесплатные. И можете повлиять на ход голосования в ту или иную сторону. Ну а также буквально несколько минут назад мы запускали розыгрыш от кофейни «Кофе горький» и задавали вам такой вопрос. Какой из кофейных напитков является американской разновидностью лата с добавлением шоколада? Вот было три варианта ответа. Так. Макачино, Американо или же Мока. И тот из вас, кто первым написал нам свой правильный ответ, сейчас станет победителем. Итак, друзья, внимание, правильный ответ Макачино. Мы рады поздравить телезрителя, у которого телефон заканчивается на цифры 3556. В конце передачи редактор свяжется с вами и подскажет, как забрать вот эти вот замечательные сертификаты. Ну вот, а выглядит они вот так вот. И, кстати, два. За один розыгрыш мы даем два сертификата. В общем, друзья, участвуйте в наших розыгрышех, следите за нашим эфиром. Завтра будут тоже разыграны приятные подарки, приятные сюрпризы. Ну а если уж вы тот человек, у которого, например, нет телевизора или вы очень рано выходите на работу, то качайте мобильное приложение под названием «Саратов-24». Плеймаркет, App Store вам в помощь. Ну и, собственно, сможете быть всегда с нами на связи, смотреть наши прямые эфиры, участвовать в розыгрыше, ну и, конечно же, побеждать. Или же горевать о том, что вы пропустили и не успели посмотреть, не успели получить какие-то крутые, собственно, подарки. Ну а сейчас, друзья, традиционная цифра дня. И цифра сегодняшнего дня — это два. Две тонны белка требуются человеку за всю его жизнь. Вот почему наш редактор выбрал именно оценивать белок, например, не углеводы или жиры. Может быть, в следующих передачах мы вам поведаем о том, сколько углеводов требуется в жизни. Потому что белок — это самое важное. Ты думаешь? Да, самое строительный материал для всего, что находится в нашем организме. И белка нужно потреблять больше, чем, например, углеводов или жиров и так далее. Поэтому, друзья, сосредоточьте свое внимание на белках. Смотрите за составом упаковки продуктов, тех, которых вы потребляете. Ну да, ну а может быть, кому-то из вас стоит сосредоточиться, например, на углеводах, потому что именно с помощью них мы получаем энергию. Энергию, например, для того, чтобы заниматься видами, разными видами спорта. Например, качать пресс после того, как ты этих углеводов наелся. Конечно, его же нужно как-то сбрасывать, разгонять эту энергию. В общем, в нашем ролике мы посмотрим, как папа учит своего малыша качать пресс, чтобы не было живота. Хотя у детей животик — это нормально. Но с детства приучаясь к спорту — это очень хорошо. Вот папа своим примером показывает, как правильно это делать. И два его сына, собственно, с радостью за ним повторяют. Мне кажется, сейчас, когда папа качал пресс, женская половина нашего Саратова прильнула к экрану и говорит, «Боже, я тоже хочу качать пресс, и начинайте вы...» С этим папой. С этим папой. Начинайте качать пресс прямо сейчас, не откладывайте на завтра, потому что понедельник сегодня. А по традиции все начинается с понедельника, друзья. Давно пора это понять. Понедельник уже сейчас. Качайте пресс, если вы хотели. Бегите на лыжню, если вы хотели. Все делаем именно с сегодняшнего дня. Не откладываем на завтра. Ну, а еще напомню, что сегодня на календаре 6 число, а на часах уже 8.54. Если торопитесь на работу, то поспешите скорее, потому что мы уже все интересное разыграли. Ну, а если есть время, то, конечно же, досмотрите наш эфир, потому что мы работаем специально для вас, и наша команда Автопилот встает очень рано для того, чтобы делать эту программу. Да, друзья, ну а следующая рубрика «Своими руками» подскажет нам, как, собственно, занять детей и вместе с ними провести какое-то время с пользой. Полезно, да. Доброе утро, друзья! Сегодня мы продолжаем творить своими собственными руками красивые вещи. С вами снова Маша Брянская, и сегодня у нас будет творчество и для взрослых, и для детей. Создайте совместно вот такую вот бутылочку для вашего интерьера. Ее сделать очень легко, справится как маленький ребенок, так и абсолютно взрослый человек. Что нам для этого понадобится? Любая бутылка. Это может быть даже не бутылка и даже не стеклянная. В моем случае это бутылка от глюкозы. Стоит она довольно-таки недорого, можно приобрести в любой аптеке. Также это акриловая нить. Ее можно использовать разных цветов или подходящих под ваш интерьер. Ножницы и элементы декора. В моем случае это палочки корицы, шпагат и другие элементы, бусины, цветочки. Это может быть кружево и все, что вы найдете в маминой шкатулке. Ну а мы приступим. Для начала мы возьмем нашу бутылочку и выберем цвет, которым мы будем ее украшать. В моем случае это серый. Еще нам понадобится клея. Желательно, чтобы это был либо клеймамет, либо горячий. Мы оставляем капельку клея на бутылочке и приклеиваем кончик нашей нити. Все, наша нить зафиксирована. И теперь мы начинаем наматывать нить на нашу бутылку. Делать это нужно очень плотно, двумя руками. Если у вас бутылочка такая же неровная, как у меня, на части, где идет неровность, нам необходим клеем. Для этого мы маленькими каплями наносим его на бутылочку и присоединяем нить к этому месту. Тогда она будет держаться и не съезжать. Вот так. Свою бутылочку я не буду заматывать до горлышка, а украшу эту часть кружевом. Ну и добавлю шпагат на горлышко. Ну вот, наш элемент декора готов. Вы можете его изготовить вместе со своими детьми. Можете это использовать как подарок. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Да, 67% наших телезрителей пьют кофе по утрам, а только 33% пьют, наверное, чай или, может быть, лимонад с утра. Вот ты что пьешь? Я пью, в основном чай пью. Да, если быть честным, да, кофе пью редко, но метко. Ну и, кстати, подобный вопрос мы вам задавали в нашей группе ВКонтакте. Мы вас спрашиваем, какие теплые, горячие напитки вы любите пить там с утра или, может быть, днем, и ждали ваше мнение. Вот есть несколько вариантов ответа. Да, есть не обязательно горячими напитками, просто какие любимые традиционные зимние напитки вы любите. И у нас было несколько вариантов ответа. Это глинтвейн для зимы, очень любит наш телезритель. Телезритель, облепиховый чай. И еще вот Альфия пишет, что в зимнее время любит отогреваться горячим какао. Ну, кстати, тоже неплохой вариант. В вязаных носочках на подоконнике сидишь, смотря вдалеке в какао. Ну, каждому свое. Друзья, сегодня были рады с вами провести эти два часа. Хотим немного еще напомнить о том, о чем мы сегодня с вами разговаривали. Сегодня мы говорили о том, что уже сейчас открывается регистрация на 8-й саратовский полумарафон. И вы можете стать его участником. Там есть несколько дистанций. Даже детей можете с собой привезти на один километр. Да, на один километр. А можете пробежать 21,5 километра, если вы чувствуете в себе силы. Да, также сегодня, друзья, 6 февраля, День Бармена. И гостем нашей программы был Максим Корс, который рассказал, как приготовить практически из подручных вещей вкусный напиток, угостить своих друзей. И в чем заключаются секреты работы, собственно, вот этого человека-бармена, который является и психологом, и поваром, и всем-всем-всем на свет. Человек-оркестр, человек-пароход. Да, но если вы пропустили интервью с нашим гостем, то смело заходите на наш сайт. Он называется saratov24.tv. Там вы можете посмотреть, как примут трансляцию нашего эфира, также можете посмотреть все записи, в том числе и интервью с нашим гостем. Он делал очень интересный напиток у нас в эфире, и можете взять его себе на вооружение. Да, друзья, ну а сегодня мы для вас работали, мы, это люди, Светлана Казанцева, Евгений Креков. Смотрите нас каждый день, каждый будний день на Saratov24. Мы первое шоу, которое идет в прямом эфире на саратовском телеканале. Ну а дальше будет выпуск новостей. Не переключайтесь, смотрите Saratov24, и это будет полезно для вашего здоровья. Пока.